Сельский храм В день торжества преосвященный епископ Иннокентий возглавил божественную литургию. Разделили радость праздника священнослужители Юргинского и Топкинского церковных округов, а также Томской епархии и многочисленные гости. Многие из них накануне праздника приняли участие в традиционном крестном ходе. 12-й год подряд верующие из разных городов и сел Кузбасса и Томской области проходят расстояние в 40 километров с иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Шествие берет свое начало у храма семистрельной иконы Божьей Матери в поселке Заозерным и заканчивается в храме мучеников Лора и Лавра деревни Зеледеева. В этом году в крестном ходе приняли участие около 120 крестоходцев. Среди них есть люди, которые только сейчас осознали зависимость и впервые прибегнули к помощи Божьей в избавлении от недуга. А есть и те, кто уже не первый год преодолевает большое расстояние в молитве за себя, родных и близких людей. Когда начали идти, это было 7 утра, начали идти, первые 10 километров как-то с усталостью шли. Потом начали весь крестный ход, начал Иисусу молитву читать. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». И как-то в один ритм все вошли и пошли. И как-то с водушевлением уже и усталость не чувствовалось. И как-то такое чувство окрыления. И уже шли все. Как-то чувство единения, окрыления. Такое чувство было. По окончании богослужения в честь престольного праздника и крестного хода епископ Иннокентий в своем приветственном слове напомнил молящимся житие мученика Флора и Лавра и показал на их примере возможность спасения для каждого человека. Чаще всего такая ленность и небрежение о вечном и духовном людьми современными оправдывается тем, что святые это какие-то люди особенные были, что это люди не от мира сего, а церковь говорит совсем о другом. Для всех путь пройти со Христом и войти в вечную жизнь возможно. За усердные труды во благо святой церкви и в связи с пятилетием образования Мариинской епархии ее глава наградил приход храма мученика Флора и Лавра архиерейской грамотой.